Всем привет и слава в Украине! Передача новостей с Кавказа продолжается в работу. С вами я, Гелла Васадзе. И сегодня у нас традиционный обзор с хорошо знакомым и любимым нами Юрием Федоровым. Здравствуйте, Юрий. Я очень рад вас видеть. Здравствуйте, Гелла. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Юрий, ну, начинаем традиционно с ситуации на фронте. И Харьковская область, Луганская, значит, соответственно, и дальше Авдеевка, Донецк. Там что-нибудь происходило такое новое и интересное? Вы знаете, в общем, ничего принципиально нового на фронте не происходит. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии соприкосновения. Но особая напряженность этих вооруженных столкновений, боевых столкновений, это Купинское направление. Это направление на Лиман. Это, по-моему, вот эта карта, да? Что? Это, по-моему, вот эта карта, да? Вот здесь вот. Ну, если с севера идти, вот Купинск, потом направление на Лиман, это из-под Кременной русские войска пытаются двигаться в сторону Лимана. Затем Бахмут, где идут ожесточенные, очень ожесточенные столкновения, но практически изменений каких-то серьезных нет. Авдеевка за Бахмутом к югу. Там, да, российские войска постепенно пытаются продвинуться и взять в окружение, взять в кольцо группировку ВСУ, в том числе ту, которая находится вот тут на этой карте достаточно хорошо видно. В самом, ну, конце этого выступа. Поэтому там вот желтым обозначены те территории, которые заняты русскими войсками в последнее время. Теперь дальше к югу Маренко, но там ничего принципиального нет после того, как российские войска ее взяли. Ну, взяли развалины этого городка, пригорода Донецка, затем Запорожская область. Но там, в Запорожской области, как я понимаю, ну, то же самое, что и в прошлой неделе, в прошедшей недавно неделе. В общем, вот это вот то, что называется позиционной войной, которая приводит к тяжелым потерям, стоя с другой стороны, но изменений на линии фронта практически нет. Харьков, Харьковская область, там продолжаются попытки русских войск. Во главе с генералом Теплинским он возглавляет группировку Днепр, которой поручено защищать Харьковскую область. Но пытаются выдавить ВСУ с плацдарма в районе Крыма, он обозначен на этой карте, это небольшой плацдарм, я бы не сказал, что он имеет какое-то принципиальное стратегическое значение, но это своего рода заноза в теле российских войск, которые они отчаянно пытаются выковырить, но ничего не получается. И это, в общем, самое интересное, это как раз последняя фраза, ничего у них не получается. Вот почему? Трудно сказать, но общая такая точка зрения заключается в том, что при подходе к этому плацдарму на левом берегу российские войска оказываются в зоне обстрела артиллерии вооруженных сил Украины, которая действует с правого берега. И что вот, ну вот это тоже интересная особенность последних недель, можно быть, последних полутора-двух месяцев военного противостояния в Украине, это широкое использование, очень широкое использование вооруженными силами Украины небольших беспилотников, маленьких беспилотников, которые, тем не менее, достаточно удачно, ну это беспилотники, так называемые самоубийцы, маленькие, они нагружены взрывчаткой, достаточно дешевые, вот они как бы пикируют на российские войска, на российскую технику и достаточно эффективно ее уничтожают. И вот в российских пабликах, в военных пабликах постоянно можно найти жалобы военнослужащих на то, что вот эти беспилотники причиняют им большие-большие неудобства, большие потери, а всерьез бороться с ними у русских нет средств. Ну вот такая ситуация. Это типичная оппозиционная война, которые на стороны перешли в начале осени этого года. Ну принципиальная вещь заключается в двух моментах, с моей точки зрения. Это огромное усилие, которое предпринимает Россия и российская армия. По словам Путина, в Украине сосредоточено чуть ли не 612-620 тысяч российских войск, что, на мой взгляд, некоторое преувеличение. Путин вообще с цифрами не в ладу. Но тем не менее, да, пусть даже это преувеличение, но сосредоточены достаточно мощные силы. По данным военной разведки Украины, там находится 460 с лишним тысяч. Все равно много, не так много, как считает Путин, но все равно много. А толку нет. Вот это вот принципиальный момент. Значит, несмотря на сосредоточение, ну почти всей армии, которая есть, боеспособных частей соединений, которые есть в российских сухопутных войсках, в ВДВ, толку от этого нет. С другой стороны, Украина переходит, перешла, в общем, как я понимаю, к стратегической обороне. Выстраиваются, значит, многейшие ладированные, многоуровневые системы защиты. Ну, то, что назвали в прессе в средствах массовой информации, с такой линией Суровикина, которую, в кавычках, которую строит Украина, сама строит. Тем не менее, вот, что вызывает определенная остороженность. Ведь в Украине не прекращаются какие-то разговоры об активной обороне, о возможных каких-то наступательных операциях, пусть небольших, но тем не менее. Вот смысла в этом, мне кажется, не очень много, поскольку наступление всегда чревато серьезными потерями, гораздо большими потерями, чем оборона. Если в течение нынешнего года Украина сможет удержать, я надеюсь, что сможет, свои позиции вдоль тех оборонительных рубежей, которые она выстраивает, ну, в частности, очень серьезный оборонительный район, укрепленный район, был, и он усиливается в районе агломерации Краматорск-Славянск. Это ключевая, так сказать, зона, контроль над которой может дать русским, если они, конечно, смогут этого добиться, выход на действительно административные границы Донецкой области, о чем постоянно идет речь. Но пока задача русских взять Авдеевку. Это политическая задача, а не военная, поскольку Путина нужно продемонстрировать какие-то свои военные успехи своих войск. Ему кто-то докладывал о том, что в подвалах Авдеевки, видимо, имеется в виду коксохимический комбинат, находится большое количество западного вооружения, вот ему пришло в голову, значит, каким-то образом это западное вооружение продемонстрировать, показав тем самым превосходство российского оружия. Ну, откуда в подвалах коксохима большое количество, там, скажем, западных, не знаю уж чего, танков, боевых машин пехоты, артиллерийских орудий? Это достаточно нелепое предположение, с моей точки зрения. Но вот Путину часто докладывают такого рода нелепые вещи военные в этом отношении, достаточно поднаторели, им нравится, ну, то есть Путину нравятся те докладные записки, аналитические материалы, которые, предлагаю, которые подписывает Шойгу и подписывает Герасимов, видимо, с тем, чтобы продемонстрировать, ну, вот, что те цели, которые поставлены перед войной в Украине, пусть медленно все-таки достигаются. На самом деле, как мне кажется, ничего подобного не происходит. Тупик, он и есть тупик. Ну, спасибо, и сразу у меня целый ряд вопросов. Во-первых, по маленьким вот таким дронам. Это те самые дроны, которые изготавливают сами волонтеры, вот эти волонтеры, то есть в Украине собирают на них деньги, изготавливают, или это какие-то западные образцы дронов? Нет, я думаю, что это, скорее всего, какие-то беспилотники местного производства, их очень много. Да, собственно, ну, как любые квадрокоптеры, если ими уметь пользоваться, они недорогие, а их можно изготавливать, я не знаю уж там, какое количество импортных деталей. Ну, в общем, что это такое? Ну, вот квадрокоптер с камерой, которая позволяет оператору наводить, и он, в общем, наводится. Да, и с гранатой, соответственно, да. Ну, да, там гранаты или какое-то взрывное устройство небольшое, но для того, чтобы уничтожить пехотинца, или там, нескольких пехотинцев, или для того, чтобы подорвать, ну, повредить технику, может быть, для того, чтобы уничтожить танк, этого недостаточно, но, в общем, сравнительно незащищенную какую-нибудь технику автомобиль. Если на автомобиле, скажем, на крыше взорвется, там, 300-400 грамм взрывчатки, это будет достаточно для того, чтобы его, ну, по крайней мере, вывести из строя, а может быть, и поджечь. По поводу перехода к стратегической обороне, вот к этим линиям укрепления, это связано как-то с нехваткой боеприпасов, или это общее вот такое? Нет, ну, вы, естественно, понимаете, для того, чтобы обороняться, нужно меньше боеприпасов, понятно, потому что, особенно артиллерийских снарядов, потому что задача наступающих войск уничтожить, ну, разрушить плотным артиллерийским огнем укрепленные всякого рода укрепления, где находятся обороняющиеся войска. Вот эти обороняющиеся войска, в свою очередь, могут уничтожать приближающуюся пехоту, даже не обязательно артиллерийскими выстрелами, а минометами, тяжелыми пулеметами и так далее, а технику, бронетехнику уничтожать не артиллерии, а тем, что, в общем, ну, теми же самыми джевелинами, которые были очень популярны в этой войне с украинской стороны, в начале 22-м году, особенно в первой половине 22-го года, очень хорошее оружие способно выводить из строя уничтожать бронетехнику на достаточно большом расстоянии, где-то там километра два-три. И по поводу вот этих разговоров о наступлении, а не являются ли эти разговоры о наступлении частью ИПСО? А бог его знает. Нет, вы знаете, мне кажется, что в Украине до сих пор есть такая политическая, я бы сказал, точка зрения, мотивированная политическими соображениями и пропагандистскими соображениями, рассчитанными на, собственно, на население Украины, на общественное мнение Украины. Не все потеряно, мы будем наступать. Ну, вы знаете, это, с моей точки зрения, это не является реалистическим. Да и безответственно, это просто военные лучше знают, как их воевать. И вот, кстати, переходим к горячей теме, к вчерашнему разгону по заложному. Я понимаю, что возможно не владеть, а возможно владеть, я не знаю, инсайдами аппарата президента и Министерства обороны и так далее. Но что это было вчера, то, что все начали дружно писать, что заложного отставили, потом начали писать дружно, что не отставили и так далее и тому подобное. Это же действует на нервы очень сильно. Даже мне. Я уже не говорю о всех остальных. Ну, естественно, нет. Во-первых, никаких инсайдов у меня нет. Ни из аппарата президента, ни из офиса президента, ни из генерального штаба и так далее. Естественно, нет. Но откуда, понимаете, сотрудники офиса президента не советуются со мной? Я бы советовал советоваться. Ну, ладно, бог с ними. Ну, не советуются, понимаете. Хотя могли бы, несмотря на точки зрения. Нет. Ну, у них своя голова на плечах, наверное. Это во-первых. Во-вторых, как и вы, я был, ну, как минимум, озадачен и огорчен. Когда пошли вот эти очень такие серьезные сообщения, исходящие от серьезных людей, от депутатов Верховной Рады, причем не таких, которые, в общем, считаются так глутунами. Там есть и такие, но есть и достаточно серьезные люди, которые, в общем, ценят достоверность того, что они говорят, ценят свою репутацию. Насчет что было, если попытаться восстановить хронологию событий? В первой половине дня Зеленский, президент Зеленский, принимал заложного. И, судя по тому, что писали источники в Украине, предложил ему написать, предложил Зеленскому написать заявление об отставке. Тот отказался, сказав, что вы можете меня уволить, но писать заявление я не буду. Значит, вроде бы, при указе президента об отставке главнокомандующего СОО был подписан, но не опубликован. После этого президент Зеленский проинформировал, вроде бы, союзников западных о своем решении. Реакция этих, значит, западных союзников неизвестна. Могу предположить, что она была негативнее. После этого появились сообщения, уже вот эти самые сообщения, о которых идет речь, начался ажиотаж. Судя по тому, что мне известно, заложный пользуется очень большой популярностью в вооруженных силах. Кроме того, заложный пользуется большой популярностью у населения Украины. По последнему, одному из последних опросов Киевского международного института социологии, заложному доверяют 92% опрошенных. Зеленскому доверяют заметно меньше, чуть более 70%. Тоже много, конечно, но, в общем, Зеленский в этом отношении от заложного отстает. Это нужно иметь в виду. Вот это достаточно объективный факт, поскольку настолько, насколько могут быть объективными вообще опросы общественного мнения. Хотя в Украине они могут быть достаточно объективными. В общем, люди не боятся высказывать свое мнение, в отличие от России. Да, ходили слухи о том, что отставка заложного – это лишь первый шаг в очень серьезном смене высшего командного состава. Это раз. Во-вторых, было сказано, что говорилось о том, что пост главнокомандующего предлагали Буданову, это начальник военной разведки, ГУР, главного управления разведки вооруженных сил Украины, он отказался. Предлагали Сырскому, это командующий сухопутными войсками Украины, тот тоже отказался. Ну и поздно, ну не поздно, но где-то уже после 8 часов, где-то в районе 8.30 примерно, может быть, примерно так, уже по киевскому времени, естественно. А пресс-секретарь Зеленского, по-моему, его фамилия Никифоров, сообщил о том, что Зеленский не увольнял в отставку заложного. Хотя ничего по поводу указа, подписанного, готовился, не готовился. Естественно, Никифоров ничего не сказал. В вечернем обращении, в вечернее выступление Зеленского, он регулярно, практически каждый день выступает с вечерними обращениями, ничего по поводу вот этой истории с отставкой реальной, потенциальной и так далее, не было, не было сказано ни слова. Вот это то, что известно на сегодняшний день, и то, что представляется более или менее достоверным. Ну, понятно также, что снятие увольнения в отставку главнокомандующего вооруженными силами, за которым могла теоретически, по крайней мере, последовать отставка ряда других военачальников в Украине. Это, как сказали бы англичане, плохая идея. Это идея, not very good idea. Но у них в английском языке это значит, что, в общем, это большая ошибка. Потому что, ну, помимо всего прочего, смена любого руководителя, будь то военный или гражданский, влечет за собой смену команды, новая команда и новое руководство, кто приходит на свои посты, на свои должности, им требуется значительное время, вычисляемое, как минимум, в данном случае, неделями, для того, чтобы войти в курс дела, понять все детали управления войсками, замыслов, командования и тому подобное. Срава говоря, это, в общем, в любой бюрократической системе это нормальное явление, новое руководство, новый руководитель всегда в течение какого-то времени, пока он не ознакомится и не поймет, как то и происходит, не создаст свою собственную команду, расставит ее на ключевые посты. А те тоже, и тем тоже требуется время для того, чтобы найти в курс дела. В общем, условиях ожесточенного противостояния на фронте, это, в общем, может серьезно ослабить управление войсками. Плюс вот такая неясность в отношениях между политическим и военным руководством страны, как минимум неясность, давайте называть вещи своими именами, если политическое и военное руководство постоянно ходят слухи об их тяжелых взаимоотношениях, значит, командный состав армии и вообще все население, которое интересуется, естественно, переживает то, что происходит в стране, могут быть в какой-то мере дезориентированы. А что нужно делать? Нужно наступать или нужно обороняться. Говорят, что Зеленский требовал наступательных операций и был очень недоволен тем, что заложный с осенью прошлого года в статье и в интервью экономисту сформулировал вот эту вот концепцию стратегического тупика. Если стратегический тупик, то наступление теряет смысл. А Зеленский после публикации неоднократно говорил у него. Фраза и упоминание о наступательных действиях, наступательных операциях, в общем, мелькало в его выступлениях. Но тогда, видите, тогда нужно решать, что будет делать армия наступателя обороняться, потому что, помимо всего прочего, если готовится наступление, значит, нужно вкладывать ресурсы, ресурсы весьма ограниченные у Украины, к сожалению, вкладывать ресурсы в определенные виды вооружений и так далее и тому подобное. Если предполагается стратегическая оборона, значит, нужно ресурсы вкладывать в другие виды вооружений. Там в меньшей мере важны танки, в большей мере нужны минометы, скажем, и так далее, вкладывать в строительство укрепленных районов. Ну, то есть, грубо говоря, нужно по-разному распределять имеющиеся материальные ресурсы, ресурсы боеприпасов и тому подобное. Одновременно готовиться к обороне и к наступлению, ну, это, в общем, достаточно рискованное дело. Ну, как вы уж либо обороняетесь, либо наступаете. Стратегическая концепция, которая, как мне казалось и кажется до сих пор, разумной для Украины, это сосредоточиться в нынешнем году на обороне и параллельно готовить войска и личный состав, и накапливать вооружение для того, чтобы получить возможность переломить ход событий уже где-то либо к концу года, либо в начале будущего. Вот это была бы разумная стратегия, но вести постоянно и оборонительные, и наступательные операции, мне кажется, это не совсем мудрая политика. Вот так. Сразу же, конечно же, целый ряд, очень много вопросов, но главный вопрос, вот, кстати, я был в практику, что нам пишут вопросы и зрители, и один из зрителей, Лори, ник-найм у него Лори, видимо из Армении, он написал следующую вещь, очень длинный текст, я его не буду весь зачитывать, но суть его сводится к тому, что, мол, у оппозиции с правительством Украины своя война, мол, все хорошее от заложенного исходит, все плохое от Зеленского, и написал о том, что вы неоднократно высказывались положительным включая заложным, чем он так хороший, что гениального сделал для армии, что он нового привнес и так далее. То есть, насколько я понимаю, что здесь больше позиция защищается того, что заложного, в принципе, можно отправить в отставку, зачем из него сделали икону. Видите, я, во-первых, не делаю икону из заложного, хотя я действительно... Нет, не вы, я имею... Он не говорил, что вы сделали икону, но сделали икону. Понятно, но неважно. Я действительно очень высоко ценю заложного, как военно, как военно-начальника. Он провел блистательную операцию осенью 22-го года в Харьковской области. С его именем связано освобождение плацдарма на правобережном, правобережного плацдарма в Харьковской области. Понимаете, заложный, судя по его биографии, он, как и по биографии некоторых его ближайших сотрудников. Это человек высокообразованный в военном отношении. Насколько я понимаю, он... Ну, я могу ошибаться, я просто заранее прошу прощения, если я неточность какую-то допущу. Он учился и в западных военных академиях, и военных учебных заведениях. Он профессиональный военный. И как его от командующего вооруженными силами любой страны зависит очень многое. И то обстоятельства. Но даже если мы сейчас опустим вот эти операции наступательные в Харьковской и Херсонской областях, на мой взгляд, гораздо важнее то, что в первой половине 22-го года, до осени, Украина, вооруженные силы Украины, сорвали блицкрик российский. И вот это не менее важно, может быть, более важно, чем наступательные операции, хотя последние, повторяю, были блестящими. Это вот то, что в очень, так сказать, уязвимой ситуации для вооруженных сил Украины и в начале войны, в первые там полгода, 8 месяцев, вооруженные силы Украины смогли выдержать вступление в этот огромный военный каток российской военной машины и не позволили себя разгромить, отогнали противников от Харькова, Киева, Сума и Чернигова. Вот это заслуга Зеленского, в праве заложного, прошу прощения. Может быть, повторяю, может быть, больше, чем все остальное. Что касается президента Зеленского, ну, это уже, мне тут гораздо труднее оценивать его действия, то, что в начале, в первые месяцы войны Зеленский бесспорно играл очень важную, положительную роль в организации обороны, в том, что Украина смогла, повторяю, выдержать удар, российский удар. Да, это так. Зеленский смог добиться международной помощи Украине, во всем это верно. Вот два человека, от которых очень много зависело и от которых очень много зависит, но не исключено, если правда то, о чем пишут наши коллеги в Украине, правда, то между ними, в общем, сложные отношения, это ни к чему хорошему, в общем, не ведет. Так вот, в том-то и все дело. То есть, можно ли разделить войну и политику, когда это нужно разделять? И если действительно очень сложные отношения, ну, Зеленский уйти не может, ну, по умолчанию, он руководитель страны, и если придется выбирать в данном случае, или такого выбора нет, и не стоит, нельзя отправляться за нужного подставка? Видите, на мой взгляд, вот то, что меня тревожит, заключается в том, что нет никаких разъяснений со стороны Офиса Президента, не со стороны Президента, что, в общем, дезориентирует, в известной мере, дезориентирует общество, дезориентирует арк. Если есть разногласия, значит, нужно либо об этом сказать, либо сказать нет, никаких разногласий нет. Мы работаем вместе, идем рука об руку, мы обсуждаем очень многие вещи. У нас могут быть разные точки зрения, но мы, в общем, приходим к единому мнению после обсуждений, после... ну, это нормальная политичность, нормальная практика любых взаимоотношений, да, будь то, значит, какие-то семейные взаимоотношения, будь то взаимоотношения между высшим политическим и военным руководством. так, это правильно. Такое разногласия могут быть. Значит, нужно тогда сказать, в чем эти разногласия заключаются. Можно не говорить даже о том условиях войны, там, секретности и так далее, можно не говорить, не раскрывать детали, но подчеркнуть, что разногласия есть, но мы их решаем. Но либо сказать, что вообще мы не можем работать вместе. Ну, раз не можем работать вместе, значит, нужно принимать какие-то решения. Однако, ни того, ни другого не говорится ни со стороны Офиса Президента, ни со стороны Президента, ни со стороны Заложного. Вот вот эта неопределенность, отсутствие информации, отсутствие оценок, которые должны были быть даны, вот это вот меня как-то составляет задавать разного рода вопросы. Почему? И учитывая общий фон, просто резюмируя тему, учитывая общий фон, учитывая отношения к заложенному в обществе, учитывая и то, что в конечном итоге я допускаю даже то, что вот клин между президентом и главнокомандующим, если таковой имеется, я все-таки оставляю вот эту сносочку, он может быть тоже частью информационно-психологической операции врага. Вполне мы в истории такое часто видели. При всем, если учитывать все эти обстоятельства, мы можем сказать, что заложенного в отставку сегодня отправлять нельзя. Ну, я думаю, что именно это мы и должны сказать. Теперь, что касается России, действительно, в России, во-первых, с большим интересом относятся вот ко всем этим слухам. Маргарита Симоньяна вчера написала достаточно в своем хамском стиле, но написала комментарий к этим новостям, из которого следует, я почти дословно цитирую, что любое, как она выразилась, любой бардак у противника нам полезет. И она права? Она права, она без спорта права. Значит, понятно также, что российские СМИ и разного рода серая и черная пропаганда, конечно, муссируют вот эти слухи, распространяют, муссируют слухи о противоречиях между военным и политическим руководством Украины. Это тоже понятно. Понятно, что противник всегда будет такого рода ситуацией пользоваться в своих интересах. Но тем более важно, с моей точки зрения, было бы дать прямой ответ. Нет, у нас разногласий нет, или нет, у нас разногласия есть, но мы их решаем. Вот, собственно, вот, собственно, но не хочу повторять то, о чем я уже говорил. Да, вот, на канале очень часто в последнее время происходят такие, даже не дебаты, даже не споры, рассуждения по поводу эффективности автократии и демократии в военное время, в критические моменты какие-то и так далее. Естественно, и у той, и у другой системы есть свои преимущества, но как раз таки преимущества, на мой взгляд, демократии в том, что она может быть открыта, можно сказать, да, у нас есть какие-то противоречия, мы их будем преодолевать, потому что это во благо страны, это для победы. Я думаю, вот тут политические очки заработают себе и Залужный, и Зеленский, и мы с вами успокоимся. Ну да, это тоже для нас это важно было бы. Вы знаете, я вел практику ответов на вопросы, чтобы вопросы писали, и я, раз уж я один вопрос уже озвучил, я озвучу, я не знаю, насколько это информация для Леванта, но, наверное, для Леванта. Сергей Присожнюк пишет, что на прошлой неделе ЗСО за три дня уничтожили 171 артиллерийскую систему. Перед этим всплеском было от 10 до 20, и после этого всплеска было тоже от 10 до 20. Можно ли сказать, с чем это связано? Я потому что вообще не понимаю. Ну, мне трудно сказать, с чем это связано, видимо, русские подогнали излишнее количество артиллерии поближе к полю боя, к линии боев, ну, и, соответственно, она попала под раздачу. Такое может быть. Вот что касается, вот мы говорили, что у России не получается там в военных действиях, но вот где они хороши, так это в информационно-психологических операциях, и Чира открываю один из телеграм-каналов, вычитаю, российская армия прорвала фронт, судьба Харькова висит на Волоске, причем телеграм-канал такой, про украинский. Через несколько, некоторое время российские СМИ вот уже несколько дней гордо рапортуют о взятии поселка Табаевка Купянского района Харьковской области, угроза, прямая угроза Харькову, потом следующий пост выяснилось, что площадь сила составляет 0,53 квадратных километра, население 38 человек, а домов всего 10, и следующий пост отбили, сообщили. Но так или иначе, вот это первая фраза, когда читаешь, Российская армия прорвала фронт, судьба Харькова висит на Волоске, и вы сказали, выяснилось, как там? Вы знаете, у меня очень серьезные претензии есть к средствам массовой информации, в том числе и тем, которые занимают в принципе правильную позицию, но тем не менее в последнее время участились вот такого рода панические панические сообщения, если посмотреть в данном случае на карту, Табеевка, Табаевка, не помню точно, как называется. Не важно, не суть. Не важно, да, не суть важна. Так вот, никакого вити для того, чтобы создать угрозу Харькову, нужно пройти очень серьезное расстояние, нужно форсировать речку Оскол, там российские войска продвинулись примерно на полкилометра за последнюю неделю, это вот видно просто на картах Deep State Map, там можно все это посмотреть, как менялась конфигурация фронта в последнее время, ничего, никакой угрозы Харькову, вот эти события под Табеевкой, которые берут, то русские берут, то потом ее возвращают в СССР, в общем, не представляет, она не представляет даже угрозу Купинску, потому что она находится достаточно, ну, там расстояние от этой Табеевки, Табеевки до Купинска примерно 20 километров, зачем ее русские брали, зачем там сосредоточенные усилия, я, честно говоря, не понимаю, потому что уже если двигаться по направлению Купинску, то там гораздо ближе было расстояние от Синьковки, но те, кто могут смотреть, открыть карту, там в общем достаточно понятно, и там было значительно, там сосредотачивали наступление это вот эта карта, я правильно? Нет, совсем, не видно, здесь не видно, не видно, вот Купинска я вижу, а вот это я не вижу, да, ладно, бог с ним, хорошо. Видите, я бы просто надо смотреть карту Deep State Map, там можно менять масштабы, там можно перейти к гораздо более ясному пониманию уже мелких деталей, но неважно. Нет, это все эти панические заявления прессы, как мне кажется, это с одной стороны это желание привлечь внимание к этому сообщению и к автору этого сообщения, то есть журналисты могут исходить из того, что чем больше прочитали мою заметку, мою статью, тем выше мой рейтинг, моя популярность и так далее. Есть и западных серьезных средствах массовой информации, тоже вот эта паническая такая тональность. Я не вижу никаких оснований для паники, тем более утверждать, что прорвали фронт, но это на мой взгляд достаточно неграмотное заявление. По поводу западных средств, к которым большие претензии, Financial Times написала о том, что два года потребуется западу, коллективному западу вообще, чтобы на уровень российского количество боеприпасов было у Украины, ему не хватает вооружения. Откуда они все это знают? Мне кажется, что это, видите, как я понимаю, механику работы средств массовой информации, будь то западные или не западные, но за исключением российских, потому что российские контролируются сверху. Значит, журналист общается с кем-то, кого он считает экспертом, эксперт считает вот так, журналист может сослаться на него или не сослаться. Вообще говоря, уровень информированности даже хороших, весьма респектабельных западных газет, журналов, особенно в начале войны был достаточно низок, ну, там, путали названия, не просто названия, там, неправильно произносили или писали о тех или иных населенных пунктах Украины, были очень грубые ошибки, которые свидетельствовали о том, что вообще фактура автору неизвестна. Ну, потом постепенно как-то те, кто пишет про Украину, в общем, начали писать более или менее грамотно, по крайней мере, с географической точки зрения. А потом видите, вот, вы написали, вы упомянули статью Financial Times, одну из статей в этой газете, значит, я ее прочитал недавно, она выглядит следующим образом, солдат вооруженных сил Украины, которого зовут Ваня, сказал то-то, то-то и то-то, вот с этого начинается статья в одной из лучших британских газет. Потом идет достаточно грамотный аналитический текст, но вот это вот такая, вот, такого рода журналистика, такой стиль, он, понятно, что для аудитории, для читателей, вот, солдат Ваня, это значит, что упоминание солдата Ваня означает, что журналист или автор статьи, или там откуда-то он взял этот материал, значит, непосредственно вот был гуще событий, но, в общем, если бы это сказал генерал Сырский или там начальник генштаба Украины, это было бы серьезно, так, но не важно. В привлечении публики это всегда, так сказать, такое вот, понятно, публика с трудом воспринимает тяжелые тексты, нужно чем-то их разбавлять. Но не в этом дело, а дело в том, что, видите, весной прошлого года, вплоть до начала осени, пресса очень оптимистично оценивала перспективы вступления в Украину. Сейчас маятник ушел в другую сторону. В общем, оценки пресса, они напоминают такой маятник, который качается с одной крайности в другую. Но, в общем, я повторяю, нужно, как мне кажется, более осторожно писать и воспринимать то, что происходит, соответственно, освещать. Кстати, по поводу освещения и по поводу интереса, нездорового интереса западной прессы, вот ко всем этим действиям, вот новую партию создали уже в Германии, Путин Ферштейн, левую партию. Буквально на полминуты сюжет нашего информационного партнера Дончебеля и потом вот об этом поговорим, почему вдруг именно вот к таким событиям вот такой вот интерес. Левая партия в последнее время прославилась тем, что призывала прекратить поставки оружия Украине и начать сегодня в Берлине проходил съезд новой партии союз Сары Вагенкнехт за здравый смысл и справедливость. Сара Вагенкнехт, бывшая звезда левой партии, в последнее время прославилась тем, что призывала прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с Россией. Поговорим о том, какие сейчас планы у партии Вагенкнехт с парламентским корреспондентом Deutsche Welle Никитой Жолпером. Он только что вернулся с этого съезда. Никита, здравствуй. Как прошел съезд? Съезд прошел очень интересно, надо сказать. Он проходил в космосе. Космос — это старый-старый кинотеатр на востоке Берлина. Проходил он с партийной точки зрения очень скромно. Организаторы съезда явно старались, ну, чтобы не было никаких стендов фирм, спонсоров, чтобы была дешевая еда, были макароны с соусом Болоньеза. Но был огромный ажиотажный, я бы сказал, интерес прессы. И я это объясняю тем, что эта партия, помимо одной еще существующей в Германии, которая такая, да, франдерская. АФД, я имею в виду альтернативу для Германии. Так вот, теперь партия Сары Вагенкнехт стала, своего рода, вторым франдером. И это, конечно, вызывает огромный интерес у журналистов. Был огромный ажиотаж. Огромный спрос журналистов на аккредитацию. Нас пригласили или попросили быть значительно раньше начала съезда в кинотеатре, чтобы нас провели туда до того, как туда хлынет толпа самих участников съезда. Ну, вот такой вот ажиотажный спрос со стороны прессы, со стороны журналистов, на вот такое вот явление, как партия Сары Вагенкта. Понятно, что это же создает определенный фон, и понятно, что, я не знаю, честно говоря, это личная инициатива или, ну, без, я думаю, что без руки Кремля тут явно не обошлось. Видите, да, в Германии есть две партии, ну, были две партии, сейчас их три. Была партия Дилинке, это партия Дилинке, это левые, и партия альтернативы для Германии, это крайне правые, которые, кстати говоря, очень похожи, по многим позициям они очень похожи друг на друга. Дилинке, это бывшая компартия, ну, наследник ГДРовской компартии. У меня был некий, так сказать, случай участия в одной из конференций, которые они устраивали, на меня это произвело исключительно тяжелое впечатление, потому что, ну, в общем, это были такие, как бы это сказать, крестоносцы, ну, коммунистические крестоносцы времен, значит, у которых все было в прошлом. При этом попытка как-то, тогда это было задолго до войны, обсуждалась ситуация в России, участники очень позитивно относились к Путину, хотя Путин, вообще говоря, далеко не левый. Наоборот, крайне, если говорить, вот пытаться расположить его в этом самом политическом спектре, он скорее ближе к право-консервативным силам. Мне вообще сложно политически Путина оценить, потому что он в каких-то моментах левый, в каких-то моментах правый, в каких-то моментах крайне правый, в каких-то моментах крайне левый вообще. Ну, как видите, вот всегда же шли споры о том, что такое фашизм. Это левое движение, ну, и нацизм. Однозначно левое. Однозначно левое. Ну вот, значит, теперь альтернатива для Германии, это, кстати говоря, там очень много выходцев из бывшего Советского Союза в этой партии. Ну так уж получается. Вообще они сильны скорее вот в восточной части Германии, где наследство, ГДРовское наследство, оно в головах, в сознании достаточно сильное. Так вот, да, эти две партии в общем сходились в том, что нужно поддерживать. А это вообще они были очень пророссийски настроены. Почему Сара Вагенкнехт вышла из делинки, тут сказать трудно, да и в общем не очень интересно. Важно, что, ну да, раскололась эта партия, но тем не менее позиции по вопросу помощи Украине там те же самые, что и раньше. Вообще, видимо, Вагенкнехт более динамичная дама, чем, значит, руководство делинки, ну вот, создал такую партию. Почему вдруг такой интерес со стороны прессы, очень трудно сказать, я это не очень понимаю, но тем более, вот даже забавно, понимаете, вот это выступление этого журналиста в Deutsche Welle, который начал с того, а чем кормили там, ну, макаронами кормили, значит, а не фазанами. Ну, хорошо, вот так демократично, значит, отнеслись к этому. Ну, понимаете, вот это, опять же, такая вот игра на публику, публике интересно знать, что подавали на обед, значит, там, деликатам этого съезда. Российской публике интересно читать меню приемом кремлевских приемов, там совсем другая, конечно, конечно, так сказать, номенклатура продуктов. Вот, ну, а по сути дела ведь, к чему сводилось сообщение этого корреспондента Deutsche Welle? А к тому, что, вот, вы знаете, вот такая интересная история, вот теперь было две партии левых, теперь была одна партия левых, теперь две. Ну, и вот для нас с вами, и что? Реального влияния не та, не другая партия, ну, вообще говоря, альтернатива для Германии, она в некоторых землях действительно имеет определенный вес, но все-таки это маргиналы, и те, и другие маргиналы, и левые, и правые маргиналы, которые, в общем, ну, не влияют на позицию, на позицию страны, на позицию правительства по отношению к ключевым, к ключевым международным, значит, сюжетам. Гораздо больше интерес у меня-то вызывает позиция канцлера Шольца, фундесканцлера Шольца, вот он, опять же, по характеристике средств массовой фразы немецких, занимает, играет роль, своего рода, своеобразного тормоза в оказании помощи Украине, в том числе по поставкам ракет «Таурус» и других вооружений, вот это более важно, а Сара Вагентных, ну, да, ну, есть такая дама, есть у нее партия, формит дешевых сторонников. Ну, а с другой стороны, как раз-таки же речь идет о том, очень часто, что Шольц сейчас звонит всем подряд и говорит, что, типа, того, ребята, давайте помогать Украине, Германия тоже будет, и вы тоже должны помогать Украине. То есть, позиция Шольца вроде бы, как сейчас, она не то чтобы меняется, она поменялась во многом. Она поменялась, конечно, но, видите, я так понимаю, что Германия, как и в других европейских странах, достаточно с большой озабоченностью воспринимает перспективу победы Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах. Трамп, в общем, известен тем, что он не хочет, так сказать, каштаны из огня для европейцев. И его разногласия с европейцами, разногласия администрации Трампа с европейскими союзниками сводились вообще, говоря, к простой формуле. А чего это вы паразитируете на наших военных расходах? То есть вы хотите, чтобы Соединенные Штаты вас защищали, но сами вы палец о палец не ударили. Вот примерно такова была риторика Трампа по отношению к союзникам по НАТО. Будьте любезны увеличивать военные расходы. Те говорили, да, да, конечно, но вот со временем увеличим, примерно вот так. Причем речь шла о том, что увеличить до 2% ВВП, тогда как у Соединенных Штатов военные расходы колебались между 4 и 5% ВВП. Ну, понятно, что у Соединенных Штатов гораздо более широкий спектр военно-политических интересов уже глобального порядка, у Европы регионального. Но, тем не менее, можно предположить, что в случае победы позиция Трампа по отношению к европейцам будет примерно такая же, как она была. Если вы хотите, чтобы Соединенные Штаты вас защищали, вот угрозы со стороны России, такая угроза вполне реальна, ну, значит, наращивайте военные расходы. А это не очень хочется. Ну, в общем-то, это же логично, разве не так? Конечно, конечно. В этом смысле позиция Трампа у меня лично не вызывает никаких проблем. Да, если, ну, это нормальная позиция лидера большой страны, который должен защищать своих союзников, а союзники, в общем, не хотят прилагать к этому каких-то усилий. Значит, в том числе, когда речь идет об Украине, вы считаете, Трамп может сказать, что если вы считаете, что после поражения Украины русские могут напасть на вас где-нибудь в Балтийском регионе, ну, значит, тогда вам нужно в два-три раза увеличить свои вооруженные силы, начать производство вооружения и всего такого прочего. А европейцы могут оказаться в неприятном положении, поэтому Шольц, видимо, понимая вот такие перспективы или считая их более или менее вероятными, вот он обращается уже к европейцам, но, пожалуйста, давайте же мы будем наращивать свои усилия, создавать свои вооруженные силы, укреплять, развивать военное производство и так далее и тому подобное. Что касается того, насколько могут, вот каково соотношение военного производства в Европе и России, ну, видимо, да, видимо, сегодня в какой-то мере военное производство, военно-промышленный комплекс в России более мощный по сравнению с европейским, но тем не менее русским приходится выклянчивать боеприпасы в Северной Корее, выклянчивать беспилотники в Иране, а это не свидетельствует о мощи военного производства, как минимум, да. Но другое дело, что по всем ключевым экономическим показателям Европа, ну, примерно в 7-8 раз мощнее, чем Россия по ВВП, по ВВП на душу населения и так далее и тому подобное. Значит, выдерживать экономическую гонку, ну, выдерживать гонку вооружения с европейцами через какое-то количество лет. Ну, при том условии, что Европа действительно всерьез начнет заниматься своей обороной, Россия не сможет. Значит, у Европы... Его говорят о том, что Трамп, тот же Трамп, может, не отказывается от вообще участия. Он говорит, что вы тоже поучаствуете. Ну, да, в общем-то так. В общем, так. Понятно. Как всегда, мало времени, но ничего не могу поделать. Огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Надеюсь, на следующей неделе у нас будут только хорошие новости. Ну, какие будут такие, обсудим. Большое спасибо. Это правда. До свидания. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»